Постоянно любитель друг друга очистного сердца, как возрожден не от блесного семени, но от преследного, от Слова Божия, земного и пребывающего в обездах. Но два стиха, это же не вся Библия, не Вестного и Завета, даже не Послание, не Глава, всего два стиха. И в них заложено то, что сегодня обличает нас полностью, всю нашу страну, тысячелетие историю православной церкви и каждого отдельного человека. Написано и следуйте в Писании. И следуйте не означает докапывать, если Артаг-Перс, когда он был, в каком возрасте, сколько он царствовал, какие слуги, нам век это не надо. Ну был Артаг-Перс умер, был Ирод исчез. Нас касается то, что нас касается. Вот сегодня заповедано читать Деяние апостолов, заканчивается первая пасхальная неделя. И во всех храмах мира сегодня вот это будет читать. И думаю, ни в одном месте во всем мире, и за тысячу лет не остановились на этом месте 5-13. Из посторонних никто не смел представить. Кто посторонний? Я спрашивал у священников, кто посторонний о храме? Как посторонний? Да столько же любящая мать, и нет этого слова любящая мать. Просто в отбери, в культ. Какая мать? Какие дети? Все, кто называется палатанами, все они называют абортированные. Они не рожденные, они просто выкидшие, не видевшие света. Какие он говорит? Это абортированная масса. Почему? Павел говорит об этом. Петр говорит. Иоанн. Из посторонних никто не смел представить. Кто посторонний? Да может ты, Поп, в алтаре посторонний, совершенно не уверовавший. Я свидетель того, как пришлось свидетельствовать священников, и два священника покаяли. Из православной ереки пришли ко Христу. Из сегодняшней православной ереки. Он вышел в народу и говорит. Я вас учил и поведал, но я совсем, оказывается, не верующий. И вот Господь коснулся. Да, у него два высших образования, все. Но я вот самый низший оказался. Я выходил блеснуть знаниями и показать, какой я, и как ко мне бабки идут. Мы друг-то перед другом как тщеславимся. Ему Бог положил это на сердце, и он стал говорить. Вот за этого раба Божия Владимир и Леонидов, за них два священника вышли сразу на покаяние. Можем молить себе не мочь. Здесь говорится, что с посторонних никто, никого в мыслях не было, чтобы умершего тащить, как городской морг, как сегодня. Не смел представить, почему страх был на всех. Это дети Божии. Это такая огромная разница между верующим и неверующим. Это показывать тебе будет. Я не раз встречал таких людей, с кем в тюрьме встречался. Помогал им. А он теперь вышел, как он живет, не знаю, но идет с женой. И увидел меня через дорогу, кричит, и руку назад, мне же подойти нельзя, у меня бутылка в руках, да я же знаю кто. Приходит ко мне на дом заслуженный артист Российской Федерации, помогает начитывать стихи. Жена говорит, мы вас пригласить не можем. Мы же артисты. Вы знаете, вот как на сцене кто, мы и на жизни-то ведь какие-то. Его нет в неделю, я его и не ищу, знаем сегодня, вот у артистов. Это наша жизнь, это не картина. Да разве мы и смеем к вам в дом зайти? Да кто я такой? А Господь уже на сердце положил разницу очень большая между ними. Почему? Нас Бог ответил. А это возможно только тогда, когда здесь написано, что родились от нетленного семени. От нетленного это от похоти мужа. От крови человеческой родился. Как Соломон говорит, от ухлаждения соснул. Я, как и прочие люди говорят, сгустился, появился, заплакал, требуя ухода. А вот в духовном-то плане, от слова Божия. Вот написано слово послушание истины. Что значит послушание истины? То есть ты услышал и сразу отсек прежнее, как говорит Господь. Вот я сказал, ссором, Господи, помилуй, это насмешка. Священник очень трудно слушать, как у нас учет, читай, ты же только Господи, помилуй, и задержка. Не на одном дыхании. Это что такое? Как это и есть, что Господи, помилуй, и один грех хотя бы приполни. Для некоторых, может быть, семь минут, которые у нас перед началом благослужения, сомлением являются. Какое-то шевеление. Мне нельзя обернуться, но вижу тени иногда мелькают сзади. Какое-то передвижение там сзади. Если прекратить, вы этими семью минутами сами себя можете определить, верующие вы или нет. Семь минут уже тяжело простоять. О чем? Настроиться на молитву. Господи, как благодарю за эту неделю. Опять я живой остался. Ты позволю в храм прийти. Положи на сердце правильно, чтобы священник вел службу, чтобы она была возвышенная. Я его возводила, а я принял. Чтобы была правильная проповедь по слову твоему, а я принял. Господи, объедини нас в молитву, мы настраиваемся на молитву, чтобы я службу не дремал, не ждал, когда кончится. Только кончится уже, а мне надо домой. Да батюшки нет, она три раза у нас. Короче, служба-то. Куда домой-то? Ну батюшка, все, один был, ты бы стоял-стоял. На собрании уже не могу. А ведь на собрании-то решаем достой важные вещи. Те, кто болен, почему не пришел, как помочь, какие у тебя беды. Как будто ничего этого нет. Почему? А посторонний. Ты просто посторонний человек. Ты еще терпишь, что ты должен отпасть. Я не знаю, когда ты отпадешь. У нас такие случаи были, уже полсто человек отошло. Были, прямо искупели, ушли. Другие здесь маленько покипели. Когда концов ничего нет. Ты радуйся прийти сюда и, Господи, как я приду, детей Божьих увижу. Мы соединиться в молитве. А я не знаю, чья молитва будет дороже. Чья быстрее дойдет. А к ней я прицеплюсь. Ты 7-то минут, настройся на нужную волну. Как ты сейчас началась? А у тебя уже подготовка прошла. Чтецы, чтобы правильно считали, с выражением, чтобы сердце плавилось. И здесь написано, послушанием истины. Сегодня компьютер помогает очень быстро Библию просматривать. Оказывается, один раз только в Библии встречается такое выражение. За 2000 лет. 1600 лет писалось в Библию. И Петр Рыбак сказал, послушанием истины. И Павел ни разу этого не сказал. Да слова-то такие простые и понятные. Откуда он это взял? Ты это услышал, посторонних никто не смел пристать. Я рассылал материалы, поздравительные всем архипастерям по всей России. И вдруг звонок. Звонят в Костромах. Как вы смели так сказать, что это посторонние? Это только Бог может сказать. Так они верующие-то, они не приставали. Им кто подсказал-то? Они сами не смели. Они так, что верующие вышли, к нам не подходите. Мы верующие, к нам нельзя, мы хорошие. Ведь они так-то не проповедовали. Люди чувствовали это. Он бутылку прячет. Мне к вам и подойти нельзя. Я понимаю это. Я вот такой-то. А я хочу сказать спасибо. Вы нам там помогали и прочее. А сам стоит и кланяется. Жена рядом, ребенок. Я его не узнал. Я его не знаю. Но он там меня запомнил. Он понимает разницу. Водораздел это. Здесь никто этого не знает. Любой. Мы идем на занятии. Лежит, свернулся, молодой человек пьяный на асфальте. Мысленно. Он сегодня протрезвел. Завтра может зайти в храм? Да вопрос даже не ставит. А может он прищаститься? Ну как же. Пященник скажет. А если я не прищащу, а его машина задавит? Пьяный валялся? Не задавит. Но если он его в чашу не допустит, все автоинспекторы машинам дали приказ задавить его. Как будто такое впечатление. Все задавит везде. До тебя мозги задавил дьявол. Такие слова говоришь. Из посторонних никто. Повешивай себя перед храмом и считай. Плакат. Из посторонних сам по себе решал. Потому что был страх на всякой плоти. Все видели эти люди и вино. Послушание истины. И дальше. Послушание истины через Духа. И этого нигде в Библии нет. Это уникальнейшие слова Петр, оказывается, сказал. Я и сам этого не знал. Стал исследовать и вижу, нигде больше не встречается. И далее говорит так. А братки, которые даст Господь, говорит, нелицемерному братолюбию. Тоже в Библии один раз так встречается в этом стихе. Да братолюбие, оно разве может быть лицемерное? Оказывается, может быть. Потому что звание у него вхожее, могу что-то получить. Я люблю его, действительно, это братолюбие, а не лицемерное. И вот рыбак это нашел. Слово. Я решил по частям это разобрать. Что послушанием можно только через Духа Святого. А хотел бы я быть послушан, и получится. Отсюда делаю вывод. Эти слова не могут священники исполнить. Нет. Значит, от причастия Духа-то не надо сильно раскидывать умом. Послушанием истины нет. Да, при том, через Духа. А значит, и посторонние все вхожие. Видите, как все связано? Повторяю, я не толкую. Я только внимательно читаю. И увязываю предыдущее и последующее. Перевод сделанный. Чего тут непонятно-то? В первой книге Паралепоминон 29.17 говорит. Боже, ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я чистого сердца молюсь тебе. Давыд говорит. А мы знаем, какой был Давыд. Дел-то на воро, чтобы будь здоров. По-сегодняшему, ты его сразу бы арестовали, посадили, и никогда бы, может, не вышел. Уголовная статья пожизненная. Каким преступлением сделал? А Господь определил его. Почему? Верность Богу. Верный Богу спотыкается. И кается. Это одно. Другой, который совершенно не знает Бога и живет в грехе, как в нормальной среде. Это дело другое. Мы примем это за истину. Он просил чистосердечие. Иногда говорят, да я подаю тебе, ну возьми, я чистого сердца тебе даю. Мне не раз говорят. Я ни разу еще не сказал этих слов. И прошу, не торопитесь с этим. Сам себя определил чистое сердце. Тебе и молитвы выходят не надо тогда, блаженный чистым сердцем. Ты уже блаженный. Тебе грех не приближается. Все бесы вокруг тебя падают в оборок, как тебя увидят от твоей чистоты. Ну написано. Саумопевец Давид говорит, 10 глава 12 стих. Сам же он. Сердце чистое. Сотвори во мне, Боже. Сотвори, а оно еще не сотворенно. Наклонность к Богу создает уже чистоту. Господь говорит, воочищенный через слово. Но если Библии-то нет и не считает, ну, да если она ездит, и ее не понимаешь, то тоже чистоты нет. Значит, смирения нет, чистоты нет. Крота далеко, и чистота ушла. Грех совершил, подумал, помыслил, посмотрел. Потемнение, опа. Смотри, сколько влияет на это сердце. И для чего это? Чтобы быть возрожденным от слова Божия, не от леного. А оказывается, от слова Божия возрожденное, тогда и впереди это понятно послушание истины. Во всех направлениях разбери эти слова. Вначале что порождает чистоту сердца, а теперь увидишь без слова Божия ее и нет. Толковать-то, оказывается, ничего и не надо в этих стихах. Они слишком понятны. Притча Соломона, 22, 11. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому и царь друг. Чистосердечие. А это означает никакого лукавства. Подоглаза шептать не будешь. А у тебя одно только. Принести пользу. Третья книга, Царс 9, 4. Господь говорит так. Если ты ходишь перед лицом моим, как ходил отец твой, вот тогда у тебя бойцы. И отец ссылается на Давида. Господь говорит, я бы поразил вас всех, но ради отца Давида пощажу, а отца уже нет. Как важно быть отцом верующим, чистым сердцем. Тогда ради тебя Бог будет щадить детей в руках еще. Третья книга об этом говорит, Царс 9, 4. И вторая, Паралипоминон, 19, 9, 1. Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и чистым сердцем. Это повеление. И об этом надо молиться. Сердце чистое сотворило мне Божие. А потом иду вправо и обнови внутри меня. Солом, 72, 1. Как благ Бог к Израилю. К чистым сердцем. Если распяли Христа, какой же это может быть чистым сердцем? Претендовать сегодня на все обетования Израиля никак нельзя, совершенно. Если они не принимают Христа. Как благ Бог к Израилю. А если не приняли Христа, да Бог растяивает прах и пепел. Развеивает, вообще ничего нет. А потом заново собирают, когда люди каются. Притча Соломона, 20 глава, 9 стих. Кто может сказать о себе, что он очистил сердце свое? Я очистил от грехов моих. Прямо вопрос стоит. А то я это от чистого сердца. Сказал от чистого сердца. Сделал, ударил, обругал. Все от чистого сердца. Исайя, 10, 20. Возложил упование на Господа при чистом сердце. Сразу вывод. А не чистое сердце. Да Бог и не слышит. Бог грешников не слышит. Как важно обращаться к чистоте сердца. Это не куда-то на край земли. Хотя прямо на молитву. Вот эти 7 минут-то и посвятить этому Господу. Дай мне сейчас сердце чистое. Чтоб я забыл обо всех. Ни о ком не ходит. Кто-то виноват. Этот неправильно поступил. Зять, сноха, дети. Я. И на суде Божьем никто ни о ком не будет заботиться. Только каждый сам о себе. Мать не сможет спасти дитя. Матвея, 5, 8. Блаженный чистый сердце. Лука, 8, 15. Слово, говорит, которое человек хранит в добром сердце. Это поселение на добрую почву. Хранит в чистом сердце. А если даже услышал, а сердце нечисто, все это растворит. Ты будешь привязываться даже словам Христа к Евангелию, говорить неправильный перевод. Вам встречались такие люди. А почему? От нечистоты сердца. Чистое сердце оно с радостью все принимает. Деяние, 15, 9. В верою Господь очистил сердца их, не положив никакого различия. О ком речь идет? О скверных, идолопоклонниках, обызычниках, которые приняли Христа. Они чистые сердцем. Не положил никакой разницы. А иудеи, которые не приняли, Господь говорит, жестокосвердные, жестоковынные. Поменял местами. Так это на свидание, до момента покаяния. Как только ты принял Господа, в Господе сердце на глазах меняется и сразу просветляется. Бог освящает его. 1 Тимопея, 1, 5. Цель же увещания, вот кого-то увещаешь, подсказываешь, в одном простое. Это любовь от чистого сердца. И доброй совести, и невикционерной веры. Увещевать-то любим, подсказывать, одеть неправильно пришедно. А это все от чистого сердца. Примут или не примут, тоже от чистоты сердца. 2 Тимопея, 2, 22. Итак, держись мира со всеми, призывающими Господа, от чистого сердца. А со всеми нельзя, чтобы со всеми, со всеми. Нет. Если все люди о вас будут говорить хорошо, горе вам. Это невозможно. Те, которые держатся Господа, чистым сердцем. Не то, что еретик, сектант или ты взялся епископом. Все зависит от чистоты сердца. И далее. Возрожденное от семени. Я предложение беру. Слово возрожденное от семени в Библии. Вот, встречается один раз. Как будто он, Петр, сидел, перебирал все Библии. Вот так никто не сказал. Вот умышленно. Да так никогда не скажешь. Все предложение состоит из уникумов буквальности. Евреев 4.13. Слово Божие живо и действенно. Слово Божие. Мы возрожденное от Него. Значит, оно действует на нас и сегодня. Иеремия 23.36. Вы извращаете слова Бога живого, говорит Господь Бог. И возрожденное от Некленного семени. Слово Некленной семени тоже один раз встречается только в этом предложении. Для меня это как шок какой был. Я перебрал на несколько раз, запустил компьютер, нигде нету. Все предложения, все словосочетания встречаются один раз. А другие слова считают даже более тысячи раз встречаются. Некленное семя. Все, что нас окружает, это тленное. Мы тленные, дети тленные, одежда, что едим. Все тленное. Некленный Бог и что от Него. Два слова. Христос и Библия. Вот это вот нетленное. И скажи, я тленный, избираю нетленное. Я временно избираю вечное. Вот о нетленном поговорим немного. Исайя, сороковая глава, восьмой стих говорит. Слово Божие пребывает в веке. А слово людей, которое выступает правителем, сегодняшнее, вчерашнее, все это временно. А святые отцы говорили, если на Словом Божьем, тогда дольше будешь жить. А если у меня Слово Божьем, там ничего не будет. Семя селить. А если не сеять, вопрос. Не сеять, значит, неплодная. Она может быть целена, детственная, земля, никогда еще не будет. Если ты заботишься о плоде, ты должен знать, что это семя нетленное. Наша задача, это кому, как подойти, когда сказать. Какой группе людей какое слово из Библии подходит. И когда ходите по городу, вы всегда говорите, что мы изучаем Слово Божие. Сегодня пойдете, изберите какой-то стих. Все, чтобы один стих обработали. Это усиливает нашу деятельность. Конкретно, изберите один стих, вы сообщаетесь, когда бываете. 1 Петра 1,4. Господь призвал нас к наследству нетленному. А ведь бьются за тленное наследство. Как поделить дома, умираешь тогда, состояние, сберкнижки. Тленные бьются за тленное. А ты скажи, что я прошу нетленного, только одного благословения. Благослови меня, и этого для меня достаточно. 1 Петра 3,4. В каждой женщине, в каждой девушке, вот есть какая-то нетленная красота. Говорят, прекрасный пол. Но если про нетленную красоту люди не знают, то этот прекрасный пол наполнен тленной красотой. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Проверь себя. Много в тебе этой нетленной красоты? Сколько раз ты перед мужем оговаривала? Сколько раз настаивала на своем, противоречивала слову Божию священнику старшим на работе в нетленной красоте? Повторяю, кроткого и молчаливого. Нас учат говорить. Но ни одного учреждения нет, ни одного факультета, где бы учили женщин молчать. Учат говорить оратор, искусство, речь, пение. А хоть бы один факультет открыли бы на всю Россию. Как научить молчать женщин? Мусульмане это знают, 1300 лет учат. Как правильно молчать? Римлянам 1,23. И славу нетленного Бога влюмили в образ, подобный человеком. Нетленный Бог. Бог вечен. 2 Тим. Иисуса Христа, явившего жизнь и нетление, можно получить. А так, через благовестие. А если благовестие, то нет, слово Божие нет, мы опять приходим туда. Что если его нет, одно тленное. Ну, богатое было Россия, да. Много соболей доставали. Золото нет. И где все? Кому это ушло? Куда укатилось? А нетленная, эта красота осталась нетронутая. Повторяю, перевод Библии сделали в 1876 году. Специальные отделения были, оказывается, в жандармейре в России, которые гонялись и вылавливали Слово Божие. Вот так. В Греции такое было. Найти переводчика. Нашли и сразу убили. За то, что перевод на родной язык. Почему? Тленное ненавидит не тленное. И как тогда, говорит, рожденный по плоти гнава, рожденного по духу, так и ныне. 1 Коринфянам 15, 32. Мертвое воскреснуть не тленными. То есть мы должны говорить, тело, ты хочешь получить не тленными? Смотри в Слово Божие. 1 Коринфянам 9, 25. Все подвижники воздерживаются от всего. Все для получения венца тленного, а мы не тленного. Ты знаешь, какой венец не тленный? Тот, который дарует Господь в вечности. Что ты любил Бога, что ты молился, ты свидетельствовал, старался исполнять Его заповеди. И вот открылись бы наши глаза и увидели бы те люди, которые были у нас, умерли. Ну не все же они в вас пошли. Ну кто-то спасся. И мы бы их увидели, мы бы ослепли от этой красоты. Потому что это выразить даже нельзя. Вот почему, какое дело начинаешь делать, ставь всегда 4 вопроса. Первый вопрос, что я ищу, тленного или нетленного? Временного или вечного? Дальше, что об этом говорит нетленное Слово Божие? О том деле, которое я хочу делать? Выйти замуж, жениться, переехать, продать дом, разменять, открыть производство. Абсолютно на все, смотри здесь, что я ищу в этом вопросе? А дальше, обратись к совести и скажи, совесть, через которую голос Божий слышен, голос Божий, опять же, это Слово Божие, что оно мне говорит? Куда нам не влечет, к временному или к вечному? Ну и последний вопрос, посмотри на людей. То, что я сделаю, оно им послужится на пользу ко спасению? Не будете это бесобладно? Всего 4 вопроса, и все они говорят, подумай о вечности. Итак, благословенный рыбак Петр, сын Иона, прозванный Христом Камнем, даровал нам удивительные эти слова, чтобы мы заботились о Царстве Небесном и были возрождены от Слова Божия. Я говорю, каждый, исследуй себя и скажи, какой стих для тебя был семенем, которое попало в сердце. Я понимаю, для меня было это первоначально деяние апостола первой главы. Я занимался языками, на это меня Господь поймал. Да что, все должны так? Я не утверждаю, что так. Но Слово Божие говорит об этом. Мы возрождены от семени нетленного пребывающего век. Найди этот стих, запиши его и с кем-то похвались. А Господь меня вот на этот крючок попал, поймал. На это Слово Божие. Если этого нет, следует заново перетрясти свою жизнь. Все остальное, что услышал ты, колокольный звон, запах, все это тленное и уходит. Одно не тленное святая Библия, которая лежит у нас в русском переводе на нашем аналоге. Аминь. 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 Аминь.